Библейский портал экзегет.ру представляет Он лежит на постели, к нему приходит Иосиф Его любимый сын, который спас всю семью Это была прошлая глава И тот дает благословение двум его сыновьям Отдельно Ефрему и Моносии Причисляя их к числу своих детей Поднимая их на одно поколение в этой генеалогии Ну а дальше остаются все остальные И мы уже об этом говорили, но я повторю, это важно Смотрите, здесь получается, что отныне благословение Переходит не одному потомку Благословение переносится уже на всех детей Которые только есть у Иакова И они разные Но они все вместе Вот в этой своей совокупности и сложности Сохраняют завет с Богом Вот если до сих пор у Авраама Несколько сыновей, но только Исаак Наследует благословение У Исаака двое, но только Иаков его наследует А вот здесь отбор произошел Вот в этой истории Может быть ровно потому, что Иосиф сумел примириться с братьями Что состоялось вот Возвращение к миру и любви В истории, которая полна Раздоров, вражды и всего остального И вот это возвращение к миру и любви Становится основой для того, чтобы дальше Это благословение распространялось уже на всех Созвал Иаков своих сыновей Соберитесь, я скажу вам, что вас ждет в грядущем Сойдитесь, слушайте Сына Иакова, Израиля Слушайте отца своего Иаков и Израиль, естественно, это два имени одного человека Он рожден Иаковом, но получил имя Израиль И эти благословения, они одновременно являются Такими пророчествами о дальнейшей судьбе Каждого из племен или колен в этом народе Рувим, мой первенец, моя мощь Первый плод моей силы мужской Всех он выше, само могущество Вот, действительно, он первый его сын Но с ним была одна проблема Он переспал с наложницей своего отца И он этого не забыл, отец Безудержный, как воды Больше первым не будешь ты Раз возлег на постель отца Попрал, осквернил мою ложу Он лишает его первенства Которое тот имел изначально Опять-таки, Иаков повторяет то, что сам сделал Он похитил, пусть выторговал у брата Но похитил отца благословения первенцу Путем обмана И вот здесь уже он тоже Как он переставил двух сыновей Иосифа Местами поменял себя со своим братом Местами в собственной истории Поменял местами сыновей Иосифа Вот так же он здесь лишает первенца Рувима Этого первенства Симеон и Левий, братья, чьи ножи орудия жестокости Он говорит про то, как они вырезали город Шехем Когда изнасиловали их сестру Дину Казалось бы, должен был похвалить их за решительность За то, что они отомстили за пороганную честь сестры Но нет, нет Чьи ножи орудия жестокости Не участник я их замыслов Я не причастен к их сборищу Прогневаются, убивают людей Потешаются, калечат быков Проклят гнев их, что так жестоко Их ярость, что столь свирепа Среди сынов Иакова разметали их Россию среди сынов Израилевых То есть, смотрите, получается, что они, которые идут дальше по порядку То тоже они лишены вот того первенства Которое досталось бы им после Рувима Да, за их, соответственно, поведение И первенство переходит дальше На кого? На то самое племя, которое действительно будет первенствовать в Израиле Иуда, братья восхвалят себя Твоя рука на загревке врагов Пред тобой склонятся братья твои Ты, как лев, молодой Иуда Над добычей вздымаешься, сын мой Словно лев в засаде к земле припал Кто осмелится льва потревожить? Вот Иуда действительно лев Но, казалось бы, тех упрекать за жестокость А Иуду называть львом Но лев — это еще и символ царской власти Потом лев — это зверь благородный Он не просто для того, чтобы потешаться Быков калечит Он все-таки добывает добычу И дальше явное пророчество на царскую власть Не выпадет жезл из рук Иуды Правителя посоху ног его Время придет, он получит дань Народы ему покорятся Ну вот эти строки Время придет, он получит дань Народы ему покорятся Там много вариантов перевода этих строк Там довольно все трудно Но, судя по всему, это пророчество о царской власти Действительно, Давид будет из рода Из племени Иуды И именно он будет основателем той династии Которая избрана Богом Для осла у него привязь виноградная ветвь Винная лоза ослят им привязь Одежды свою он получит в вине Свои ризы в крови виноградной А глаза его темнее вина Молока белее зубы его Вот еще говорится о нем в связи с вином О чем, по-видимому, идет речь Ну, о изобилии, о празднике Вино — это еще и веселье О том, что вот царская власть Она собирает лучшие плоды земли В том числе вино, молоко Завулон будет жить на морском берегу Где корабли пристают И граница его у Сидона Действительно, приморское племя Из Сахара — это крепкий осел, Что разлегся среди вьюков Он увидал, что покой хорош Что прекрасная эта земля Я подставил спину под нож Подневольным стал Ну, вот он будет в некотором подчинении Не сказано у кого Дан будет править народом своим Это тоже одно из племен Израиля Да будет Дан змеей на дороге Ядовитой змеей на пути Ужалит коня в ногу И падет всадник на навзничь Единственное, что про Дана Своеобразного здесь Вот он, змея, которая при дороге Дан потом поменяет место, где он живет Переселится далеко на север Станет самым северным племенем Может быть, здесь какое-то пророчество об этом О том, что он не будет спокойно находиться Как и Сахар, где ему положено Да, вот он нападет на коня и всадник И каким-то образом сменит свою географию И в середине этой песни Спаси, Господи, на тебя надеюсь Такое восклицание, которое среди этих благословений Выражает уже, собственно, молитву Иакова Налетят на гада грабители По пятам полетит он грабить их Вот такой гад его грабит, он грабит Все так очень нескучно проходит У Асира обильной пищи царские ясту поставляет он Видимо, какие-то наделы земельные очень хорошие Нефалим — это вольная лань, что рождает прекрасных детенышей Вот про эти племена колен он говорит как-то очень так кратко Ну, будет у одного то хорошо, у другого это Но ничего особенного А дальше Иосиф, дальше любимый Иосиф — лоза плодовитая, плодовитая лоза у источника Ее ветви обвели стену, нападали на него, враждовали с ним, воевали с ним искусные лучники Но тугим непрестанно был лук его Ведь источник силы, рукам его руки сильного, Бога Израилева И имя пастора — скалы Израиля Он, Отчий Бог, Он поможет тебе Он всесильный, Он благословит тебя Благословение высокого неба, благословение глубокой бездны Благословение сосцов и утробы Благословение цветов и колосев Благословение древних гор, щедрый дар вечных холмов Главу Иосифа да осенят Теме избранника среди братьев Вот Иосифу действительно самые-самые богатые, обильные благословения Даже Иуда, хотя Иуде царская власть, но не так цветистого на нем говорит Как он победил всех врагов, собственно, кого он победил Он ни с кем не воевал Он воевал с теми, кто на него нападал, но воевал своим терпением Воевал свою верность к Богу, а не мечом, не луком Но здесь это понимается как меч и лук, да, вот самое сильное оружие И в результате Бог благословляет его высоким небом, глубокой бездной Видимо, такой мифологический образ, там бездна, которая лежит под землей Вот небо, бездна, земля между ними, а на земле сосцы, утроба, рождение детей Цветы и колоссия, произрастание плодов Древние горы, вечные холмы, вот природа, которая вокруг живая, неживая Животные, растения, пейзаж, это все ему Вот вместе с тем он не лишает остальных возможностей получить тоже, да Вот благословения умножаются Ну и чуть-чуть про Вениамина, про младшего Вениамина это хищный волк, утром жертву свою грызет, вечером разрывает добычу Вот он, очевидно, будет таким матерым охотником Таковы двенадцать израильских племен и благословения, которым дал отец Каждому племени свое благословение Подведение итогов Яков сказал сыновьям Скоро мне уходить к предкам, похороните меня рядом с моими предками в пещере, что на поле Эфрона Хетта Я напомню, что это первый участок обетованной земли, который купил Авраам, чтобы похоронить там свою жену Сару и сам был похоронен тоже там Это пещера на поле Махпела рядом с Мамре в земле Ханаанской А поле Авраам купил у Эфрона Хетта как место для погребения Там похороненный Авраам, Сару и Сакс Ревеку Там я Илию похоронил А вот, соответственно, Рахиль в другом месте рядом с Вифлеемом И поле, и пещера, что на нем куплены у Хеттов Дав сыновьям такой наказ, Яков лег на постель и скончался, и отошел к предкам Ну, а следующая, 50-я глава будет про погребения Почему это так важно, чтобы его не оставляли в египетской земле? Он еще об этом Иосифу говорит, берет с него клятву, что тот так и поступит, унесет его из Египта Потому что Египет — это не их земля В Египте они временно оставлять там свои дорогие гробницы, свои места почитания умерших Значит, прилепляться к этой земле, значит, лишать себя возможности потом из нее уйти И это понимают все 50-я глава еще раз будет об этом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!